Всем привет дорогие друзья, с вами Скиритор и это 99 выпуск моего русского города в Майнкрафте. Ну что же, на сегодняшний выпуск я построил дачу и немножечко жилых обновлений. Кстати, у меня давно вообще не было жилых обновлений и в общем-то они есть в этом выпуске. Ребята, я нахожусь сейчас на каком-то проспекте, давайте прямо... А, это проспект Феликса, вот, сейчас нахожусь на проспект Феликса, где у нас заправка в Гала и магазин кексов. Вот, и в общем-то на этой улице я построил вот такую девятиэтажку, в общем-то, и поставил три свечки. Выглядит довольно-таки уютно теперь, кстати, проспект. Вот, ну вот так вот это всё выглядит. Тут, в принципе, три объединённых свечки. У меня была одна отдельная свечка, была ещё, ну, двойная свечка, а у нас уже имеется тройная. Вот так это выглядит сверху, если что. Вот, немножко мутированно, хотя в Припяти есть такие, там даже есть четверные, и в каком-то городе есть даже пятерные, так что, в общем-то, вот так вот. Вот, делаю как в реальной жизни. Также тут у нас ещё девятиэтажка появилась... Ой, появилась, блин. Что-то я уже немножко путаю. Имеется, в общем-то, тут у нас поворотик такой, проходим сквозь деревья и заходим во двор. Ну, тут у нас пока ничего нету, но имеется девятиэтажка. Ладно, ребят, давайте посмотрим теперь двор этих свечек. Вот, вход, ну, в принципе, противоположно. Около, ну, около кексов, короче, между стройкой и кексов. В общем-то, вот у нас уютненький проход, и у нас тут вход в первую парадную. Вот, кстати, с другой стороны это выглядит вот так вот, тоже довольно-таки прикольно. Вот, тут у нас тоже имеется такой вот вход маленький. Вот, ну и, конечно же, третий имеется вход. Вот, выглядит очень уютно, мне нравится этот двор. Особенно ракурс... Сейчас я вам покажу. Вот такой вот ракурс, так, среди деревьев. Это всё будет прикольно. Ладно, ребят, давайте посмотрим главное обновление. Это дача. Кстати, ребят, ещё раз поздравляю с наступающим, Новым Годом. Вот, сегодня понедельник. А уже, можно сказать, ну, почти послезавтра уже и будет Новый Год. Вот. Ну, и в сотом выпуске, кстати, в сотом выпуске я скажу вам, что он будет 31 числа такой-то, юбилейчик будет. И, ребят, я лучше его выложу утром, потому что я буду его, ну, пить Новый Год, понимаете, всё такое. Я немножко уже себе купил висок. Так что, ребят, в общем-то, так, я должен заснять это днём и выложить вечером, а то я реально буду сам не свой. Вот, находится это на железнодорожной станции следующей, где станция Горы, где у нас военная база вот там вот находится. Вот. Ну, и, конечно же, тут у нас имеется дача. Вот, то есть мы люди выходят, а платформы, ну, с платформы и не догадываются, что там военная база. Конечно, нет. Вот, проходим дальше, спускаемся. И тут у нас имеется собственная дача, по крайней мере, тут только один дом, я, может, потом буду развивать. Ну, по крайней мере, на одного человека хватит. Вот такой вот у нас имеется домик, имеется такой трактор. Ребят, я не знаю, вот такой вот у нас получился трактор, упоротый немножко. Похож на этот белорусский трактор, такой голубенький. Ну, и дом тоже такой голубенький. У нас имеется также двор. Ну, такой вот у нас дворик, выходим. И тут у нас выращиваем еду, в общем-то. Тоже выглядит уютно, заскринить надо. Ну, и давайте теперь посмотрим сам домик. Вот у нас вход, у нас имеется приходная, где можно раздеться, все такое. Это у нас проход в комнату, где у нас тут две кровати, естественно, с удочки, разные книжки, все такое. Ну, в принципе, типичный дачный домик. Выглядит он так и уютно. Вот. И кухня имеется. Такая у нас получается кухня, ребят. Тут столики, холодильники, печка и все такое. Ну, и, конечно, это были все обновления, ребят, на данный выпуск. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем... Субтитры сделал DimaTorzok